Добрый вечер, Гомель! Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 342243. Дорогие друзья, известный советский хирург Николай Амосов однажды сказал, не надейтесь, что здоровыми вас делают врачи, отвечайте сами за свое здоровье. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как самостоятельно можно заботиться о своем здоровье. Мы расскажем, как не состариться раньше времени, почему с возрастом страдают наши кости, наши мышцы, суставы, и как бороться с возрастными заболеваниями, и узнаем, какие молочные продукты укрепляют наш организм. Как всегда, дорогие друзья, нас очень интересует ваше мнение, как вы укрепляете свой организм, и что мешает вам заботиться о своем здоровье. Звоните в студию, пишите, пожалуйста, в Вайбер, оставляйте свои сообщения в нашей группе ВКонтакте. А пока мы узнаем, как заботится о своем здоровье наша первая гостья. Встречайте, пожалуйста, Илеонора Андреевна Максимова сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Илеонора Андреевна. Вы знаете, мы не случайно пригласили вас именно на эту программу. Однажды в этой студии вы уже рассказали о том, как вам живется интересно на пенсии. И я предлагаю прямо сейчас посмотреть фрагмент передачи с вашим участием и вспомнить, как это было. Вы сказали, что я на пенсии. Но вы знаете, что я на пенсии, но я еще и работаю. Я работаю над своим здоровьем просто. Я веду очень активный образ жизни, потому что я занимаюсь физкультурой в парке. Потом я хожу скандинавской ходьбой. Но еще кроме этого я еще и танцую. Действительно, очень понравилась ваша история нашим зрителям. Поэтому мы решили пригласить вас сегодня в нашу студию, чтобы узнать подробности. Для начала расскажите, пожалуйста, что изменилось за это время, с последней нашей встречи в вашей жизни? Мои подружки знают, что я веду такой активный образ жизни. И поэтому они подарили мне вот такой браслет. Это называется фитнес-браслет. Здесь можно узнать, сколько шагов ты проходишь за день, какой километраж. И закачивается в телефон программа, и там можно узнать, сколько калорий ты потратил. Ну и как? Помогает он вам контролировать себя этот браслет? Ну, Наталья, вы знаете, он меня сейчас выгуливает. Я себе такую задачу поставила 10 тысяч шагов в день. И если я вижу к концу дня, что я их не доходила, 9 часов вечера я собираюсь и иду гулять. Я знаю уже маршруты приблизительно на количество шагов, дохаживаю 10 тысяч шагов каждый день. Это приблизительно 7 километров. Ничего себе! Ну, физкультура, круглый год, я знаю, что это ваш девиз. Расскажите, пожалуйста, какие упражнения вы делаете ежедневно? Вот наши зрители интересуются. Наташа, я дай показать даже могу. О, просим. Так. Когда мы просыпаемся после сна, у нас руки такие, знаете, ну не рабочие совсем. Давайте мы с вами сейчас попробуем подготовить их к предстоящему дню. Сложили ладошки и растираем. А теперь растираем между пальчиков хорошо. Здорово! Сделали замочек. И растираем основание ладони. Основание, основание, хорошо, хорошо. И поплыли. И плывем в одну сторону, и в другую. Молодцы! Вот сейчас мы приготовили наши руки к трудовому дню. Вот такие простые упражнения. Их можно делать, причем еще лежа в постели. Не вставая с постели мы можем сделать. Еще хочу поделиться диафрагмальным дыханием. Значит, надуваем шарик вот сюда. И сдуваем, не спеша. Надули шарик, проверяйте рукой. И сдули. Молодцы! Вот теперь правильное дыхание. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, такие упражнения подойдут каждому. И в принципе, делать их не сложно. Да это просто. Особенно у людей пожилого возраста, у которых уже артрит, артрозы. То обязательно должны делать эти упражнения, даже не вставая с постели. Вот вы лежите еще, проснулись. И начали крутить. Круговые вращения. Всевозможные упражнения. Спасибо большое. Скажите, Леонора Андреевна, а что вот вам дает, какие ощущения дает вам такой вот образ жизни? Ну, вы знаете, во-первых, статусность какая-то даже. Понимаете, я очень себя хорошо чувствую. Так, это важно. Плюс еще, да, с появлением этого браслета стала ходить, талия стала уже. На сколько сантиметра? На один пока. Но все еще впереди. Так что... Вы знаете, вот хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в каком же возрасте, вот, ну, если можно откровенно, вы почувствовали, что организм все-таки требует к себе особого отношения? Ну, в молодости это не замечают все. И это очень плохо. Надо сейчас молодежь направлять на то, что все-таки здоровый образ жизни должен начинаться не на пенсии. Конечно, у меня освободилось много времени, когда я пошла на пенсию. Это уже 10 лет тому назад. Я стала искать пути. Так. Как это, где можно, как можно, с кем можно. А почему? Это вас стало беспокоить здоровье или вам стало скучно? Во-первых, и здоровье стало уже не то. И хочется его просто сохранять и укреплять просто это здоровье. Хотя бы то, что уже осталось. Поэтому я нашла очень хороший свой коллектив в парке. Замечательные люди. Это общение замечательно. А что нам дает общение? Это же здорово. Скажите, а вы считаете себя здоровым человеком? В вашем возрасте. Ну, это относительно. Конечно. Как посмотреть? Так я бодра и весела. А что там в карточке медицинской написано? Это пусть доктора читают. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня на добром вечере мы укрепляем организм. А как вы поддерживаете себя в тонусе, как заботитесь о своем здоровье, нам очень интересно. Поэтому звоните в студию, пишите в Вайбер. Тем более, что есть такая возможность. Есть первое сообщение в Вайбере. Очень интересно, как укрепляют свой организм наши зрители. Вот Кирилл, например, сообщает, что ему 43 года. У него уже остеохондроз с его позвоночника. Когда узнал, он продал машину и поменял работу. Помогло. Написал Кирилл. Кирилл, аплодисменты для вас. А вот Настя, наша телезрительница, делится своим секретом. Ем мед утром по чайной ложке. Максим любит редьку. Считает, что это продукт долголетия. Вот насколько это соответствует действительности, мы обязательно спросим сегодня в нашей программе у нашего диетолога, который совсем скоро появится в этой студии. Есть еще интересное сообщение от Динаиды. Яблоко в день – рецепт молодости. Кто-то выпивает стакан молока. Привычка с детства. Ну, а Виталий вообще считает, надо ли бороться со старостью. Ведь это естественный процесс. Уныло, Виталий. Но это ваше мнение. Эти аплодисменты тоже для вас. Мне нравится, что наши зрители уделяют своему организму, в общем-то, такое большое значение. Внимание. Вот инструктор нам написал, что укреплять спину можно на тренажерах. А вот на самом деле, как дольше оставаться молодым? И сколько вообще болезней гомельчане накапливают к моменту выхода на пенсию? И как в нашем регионе организована медицинская помощь для старшего поколения? Об этом, дорогие друзья, разговор в прямом эфире с терапевтом и неврологом Гомельского областного клинического госпиталя. Встречайте, пожалуйста. Марина Борисовна Минчик, заведующая терапевтическим отделением. Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. И Александр Васильевич Скачков, заведующий неврологическим отделением. Вот такие замечательные гости сегодня у нас в гостях. Ну, во-первых, стоит сказать, что мы не зря пригласили сегодня врачей гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Дело в том, что это, во-первых, уникальное очень учреждение с новейшей такой технической базой, с особым подходом к пациентам. Ну, и, во-вторых, ваши пациенты – это в основном люди старшего и пожилого возраста. И кто, как ни вы знаете, почему стареет наш организм, да, и когда, вот в каком же возрасте начинаются эти процессы. Расскажите нам, пожалуйста. Вообще, по системе Всемирной организации здравоохранения существует несколько категорий возрастов. И, надо сказать, должное, в связи с тем, что увеличился возраст наших граждан, произошли некоторые корректировки. От 20 до... 25 до 44 лет считается молодой возраст исключительно. Мы с вами еще молоды, Лена Андреевна. С 44 лет до 60 – это средний возраст. С 60 до 75 – это пожилой возраст. С 65 до 90 – это старческий возраст. А свыше 90 лет – это долгожители. Ой, какая прелесть. Вот, поэтому увеличили. Возраст молодости, как говорится. Ну, а когда, в каком возрасте начинаются вот эти процессы, переходы от молодости и дальше? Переходы от молодости. Вы понимаете, существует такое понятие, как болезнь пожилых, болезни пожилых возрастов. Потому что сказать, что человек молод, можно сказать, и практически до глубокого возраста. Достаточно, Леонора Андреевна, прекрасно выглядит. Вот, а болезни человек начинает накапливать, скажем так, в районе 45-50 лет, к сожалению. Вот, это первые ласточки. В развернутом виде мы все это видим, конечно, с 70 до 80 и до 90 лет. Если, например, мы наблюдаем наших пациентов в возрасте 60 лет, мы насчитаем, ну, 5-6 болезней. Это хронические какие-то уже будут болезни? Хронические заболевания, как правило, они неизбежны. У нас лечатся в госпитале, как мы говорим, наши аксакалы, люди свыше 90 лет. И тут уже багаж доходит и до 30 диагнозов одномоментно. Ну, потому что возраст, но еще же не долгожитель, я так понимаю. Ну, уже по градации воз, то свыше 90 лет это долгожители, это наши инвалиды, участники войны. А вот смотрите, еще недавно совсем, вот говорят, в прошлом веке, в 50 лет, да, люди считали себя уже стариками. Такого даже понятия долгожитель не было. Сейчас в 80 спокойно руководят предприятиями, я уже не говорю о том, что заводят детей, да, это если про мужчин. Сегодня вообще очень часто можно услышать мнение, что вот мы живем дольше, чем жили наши предки, благодаря лекарствам и обследованиям. Вот так ли это, как вы считаете, вообще какие факторы влияют на продолжительность жизни сегодня? На продолжительность жизни сегодня влияет очень много факторов. Вообще существует 5 гипотез, скажем так. Первая гипотеза, почему человек живет дольше, это гигиена, когда человек научился ухаживать за собой и мыться. Вторая революция, даже можно назвать это. Вторая революция, это асептики, антисептики. Это уменьшило детскую смертность, это выживаемость после операции увеличило. Третья революция, это вакцинация. Четвертая, это антибиотики. А пятая, это молекулярный уровень и геном человека. Потому что еще с 19 века, с 19 века люди пытались продлить молодость. Достаточно вспомнить профессора Преображенского из «Собачьего сердца», если кто-то помнит. Там вплоть до пересадки половых желез. А вообще влияют экономические факторы, потому что экономические факторы стали более устойчивые. Мы живем в стране, в которой мы не боимся жить. Уровень жизни, природа, доступность медицины. Это влияет большую роль, доступность людей, которые хотят вести здоровый образ жизни. Доступность танца, хор, пожалуйста, гуляем, скандинавская ходьба, спортзал, бассейн, сколько угодно. Вот я вижу уже, что Александр Васильевич хочет с вами поспорить. Дело в том, что, наверное, стрессы, да, это то, что очень сильно влияет на продолжительность жизни. Да, я хочу сказать, что поспорить с Мариной Борисовной. Вот она говорит, что болезни начинают накапливаться после 45 лет. Что раньше? Но я хочу добавить, что все зависит от образа жизни. У некоторых людей, которые могут злоупотреблять алкоголем, никотином, эти процессы могут появиться и к 18 годам, иметь уже ряд хронических заболеваний. В то же время некоторые люди, которые ведут здоровый образ жизни, оберегают себя от стрессов, у них этот процесс может сдвинуться на более поздний период их жизни. Александр Васильевич, я вот когда увидела, как вы зашли к нам в студию с этим удивительным, покажите нашим взглядом молоточком, дело в том, что я хочу осуществить свою давнюю мечту и задать вопрос самому настоящему неврологу, зачем ему молоточек? Простите, пожалуйста, вот зачем неврологу молоточек? С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Несмотря на все современное развитие медицинской техники, технологии, различные аппараты, самый простой инструмент невролога – это молоток, который позволяет ответить на ряд вопросов по состоянию здоровья человека. И обычный скрининг-осмотр неврологический может выявить различную патологию, которую уже затем можно определить, на какое именно обследование необходимо направить данного человека. Александр Васильевич, давайте найдем добровольца и проведем подобное обследование в прямом эфире. Вы не против? С удовольствием. Молоточек действует? Безусловно. Дорогие друзья, кто готов? О, у нас есть много желающих, поаплодируем, да, нашим участникам. Добрый вечер. Сейчас мы уточним, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь нам. Меня зовут Галина, мне 37 лет. Галина, вы не боитесь пройти подобный тест? Нет, абсолютно, я готова. Удачи вам. Это будет не совсем полный неврологический осмотр, скорее скрининг-метод. Галина, пожалуйста, следите глазами за молоточком. В эту сторону, теперь вправо. Вверх смотрим на молоток. Дайте мне, пожалуйста, ваши руки. Сейчас мы проверим рефлексы с рук. Благодаря этим несложным манипуляциям. А все нормально происходит? Это же хорошая реакция должна быть, да? Скажем так, пока я патологию не выявил. Так. Можем проверить коленные рефлексы. Вот смотрите, когда вы по колену ударяете молоточком, оно должно дергаться, да? Это нормальная реакция? Это нормально, абсолютно. Я думаю, что у Галины нет никаких проблем. То есть для своего возраста все хорошо? Ну, безусловно, для этого надо более углубленное обследование, чтобы мы это выяснили. Но первое впечатление, что это так. Галина, спасибо вам большое. Дорогие друзья, оказывается, молоточек. Это не всегда так страшно, как кажется на первый взгляд. Но вот Элеонора Андреевна, она рассказала нам сегодня свою историю про активный образ жизни. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а не поздновато ли задумываться все-таки о своем здоровье, когда уже вот 50-60? Мы услышали, да, мнение Александра Васильевича, что надо думать вот как бы пораньше. Но если говорить серьезно, вот, например, какие симптомы должны, ну, как бы, забеспокоить человека, которому, допустим, 40? Повышение артериального давления. Так. Это артериальная гипертензия, эта патология молодеет из года в год. А самое опасное из всего этого, что молодые люди не считают себя больными изначально и измерять артериальное давление не хотят. И, к сожалению, вот Александр Васильевич, он будет рассказывать по поводу молодеющих заболеваний. Я расскажу по поводу молодеющих инфарктов миокарда, к большому сожалению. Вот. Молодеющие артериальные гипертензии с кризами, осложненными кризами. Что значит молодеющие? Какой это средний возраст сегодня? А до 25 лет мы констатируем наличие инфарктов миокарда. Конечно, это люди, которые изначально ведут неправильный образ жизни. К сожалению, это всевозможные аномалии, которые, возможно, даже развились во внутриутробном состоянии. Берём эти вопросы. Но когда человек должен это делать, потому что он знает, его же ведут с ребёнка, обучают, как это надо делать, это не делают, это чревато буквально фатальными последствиями. Вот. Как мы питаемся, это будет отдельный вопрос. Что мы едим, как мы едим. Язвенная болезнь желудка, она тоже молодеет. То есть продолжительность жизни, обратите внимание, увеличивается, да? А болезни, серьёзная болезнь, молодеют. То есть образ жизни всё-таки, да, Александр Васильевич? Вы к этому больше склоняете. Безусловно. Питание и образ жизни. Образ жизни имеет очень большое значение. Вредные привычки, наверное, да, самое такое опасное. Ну, вот раз мы заговорили про инсульт, сегодня медики отмечают, что эта болезнь, да, действительно, прям начинается с очень раннего возраста. Скажите, а насколько вообще изменился современный подход к лечению сосудов, и каковы вообще возможности сосудистой хирургии, вот сегодня в госпитале? Да, хочу сказать, что вот вы правильно подметили, что госпиталь – это в каком-то роде уникальное учреждение, потому как на базе нашего учреждения сейчас функционирует отделение сосудистой хирургии, прединсультных состояний и неотложной нейрохирургической помощи. Сейчас несколько изменились подходы к лечению инсульта. Учитывая то, что инсульт также молодеет, как и другие заболевания, сейчас нередко можно встретить человека с инсультом в районе 30 лет и несколько старше. Если младше, то это чаще всего какие-то аномалии развития. То после 30 – это уже реальность. Поэтому сейчас тенденция общемировая не к тому, чтобы успешно его вылечить, а в том, чтобы предотвратить его развитие. На базе нашего учреждения мы можем проводить ультразвуковую диагностику сосудов брахиоцефальных артерий. Можем своевременно выявить их изгибы, нарушение тока крови, вследствие чего происходят также атеросклеротические бляшки. И можем оперировать это и предотвратить развитие тяжелого инсульта. Спасибо большое. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Я из Комеля. У меня следующий вопрос к вашим гостям. Подскажите, пожалуйста, считаете ли вы, что обливание холодной водой способствует сохранению молодости и увеличению жизнедеятельности организма? И второй вопрос. Как вы относитесь к приучению к закаливанию в раннем возрасте детей, ну и вообще к закаливанию как таковому? Наталья, скажите, а сколько вам лет и в каком возрасте вы начали закаливаться, если я правильно вас поняла? Мне 43 года. Вы обливаетесь? Я сама не закаляюсь. Так. Водой холодной не обливаюсь. Но читая отзывы и методики, которые предлагаются, считаю, что... Хотелось бы, да? Для себя я не могу сделать вывод, действительно ли это полезно. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Хороший вопрос. 43 года. Не поздно начинать обливаться холодной водой? Я считаю, что... Сразу начну со второй части вопроса. Считаю, что закаляться с детства, это просто необходимо. Это делать в каждой семье. Потому как, если ребенок будет с детства закаленный, он избежит очень многих проблем как в детстве, так и потом в дальнейшей своей жизни. Что касается 43 года, то здесь, я думаю, надо к этому подойти обдуманно. То есть, может быть, нет смысла сразу бросаться в прорубь при температуре минус 30, а подходить к этому как-то планомерно. Сначала начинать с, может быть, холодного душа. Сначала даже теплый, потом прохладный, потом холодный. И потом, когда человек будет готов и морально, и физически к тому, чтобы окунуться в прорубь, тогда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Очень интересный ответ. Я могу добавить немножко. Да, конечно. Это все, что сказал Александр Васильевич правильно. Есть одно существенное «но». Не надо встряхивать организм, чтобы он вошел в конфликт сам с собой. Я говорю о чем? Я категорически против контрастных температур, когда человек парится в бане, а потом в холодный бассейн или в снег. Дело в том, что происходит такая встряска иммунной системы, что могут даже проявиться те болезни, которые в человеке дремлют. Есть такие болезни, например, ревматоидный артрит, который аутоиммунное заболевание. Поэтому лучше нежелательно это делать. Дорогие друзья, вы, наверное, услышали нас. Если завтра вы собираетесь в баню, после этого окунуться в прорубь, имейте в виду, что это кривато хроническим обострением хронических заболеваний. Спасибо. Я смотрю, что, Елена Андреевна, когда зашла речь про обливание холодной водой закаливания, захотела тоже что-то добавить. Я сама обливаюсь. Обливаюсь именно одной холодной водой. Не часто, но два раза в неделю у меня это бывает. Но у меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что нужно сделать, чтобы сосуды были здоровыми? Может, какими-то упражнениями можно их укрепить? Может, еще чем-то? Очень хороший вопрос. Это при том, что, да, Елена Андреевна, в принципе, знает некоторые упражнения. Как можно укрепить сосуды? А вот контрастный душ не укрепляет их или только стряску дает? Душ контрастный укрепляет. Душ, это не происходит такой резкой перепады температуры, как то, о чем говорила я. Контрастный душ полезен в любом возрасте. И в молодом, и в пожилом. Что касается кожи, что касается внешнего образа, здесь очень важно. Потому что у женщины структура кожи отличается от мужской структуры. И здесь холодные перепады температуры. Это же не происходит. Плюс 30 и минус 20. Я говорила об этом случае. Прекрасно. Контрастная процедура. Великолепная. Спасибо. Вот мы сегодня, дорогие друзья, говорим о том, что такие заболевания, очень серьезные заболевания, как инсульты, инфаркты, они молодеют. И, в принципе, наши гости сегодня уверяют, что справиться с этим можно в любом возрасте. И какие-то профилактические мероприятия доступны всем. Я сейчас хочу пригласить в нашу студию инструктора-методиста физической реабилитации и кардиологического профиля этого самого нашего областного госпиталя, который покажет нам очень важное упражнение для укрепления сосудов. Дорогие друзья, встречайте, пожалуйста, Наталья Федуленко у нас в гостях. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, студия. Ну, расскажите, пожалуйста, всем нам. Я знаю, что наши зрители уже приготовились, наверное, тоже надели спортивные брюки, да, и готовы повторять за вами. Расскажите, что это будет, будут за упражнения, кому, в принципе, они доступны? Они доступны всем, без исключения. И молодым людям, и людям пожилого возраста. Конечно, о, я даже у вас не сомневалась, так. И людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это все очень просто. Начинается все у нас с ходьбы. Ходьба – это самое физиологичное, самое функциональное, все, что присущееся нашему организму. Поэтому, Елена Андреевна, с ходьбой пошли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Следующее упражнение. Упражнение, в которых работают малые и средние мышечные группы. Это элементарно. Жали кулачки, надули животик, вдох. Расслабили кулаки, живот втянули в себя. Здесь очень важно диафрагмальное дыхание. При диафрагмальном дыхании животик надуваем. На выдохе живот втягиваем в себя. Глубоко вдыхать не нужно, будет кружиться голова. Следующее. Жали кулачки и повращали. Слева направо, справа налево. Стряхнули ручки. Чередуем упражнения дыхательные с произвольными упражнениями, с произвольным дыханием. Руки через стороны к плечам. Вдох. Опустили, расслабили, выдох. Вдох, выдох. Шесть-восемь раз достаточно. Руки к плечам. Круговые вращения. Четыре вперед, четыре назад. Раз, два, три, четыре. И точно так же назад. Прорабатываем все группы мышц. Руки на поясе, наклончики всевозможные. В сторону в левую, в правую. Вперед прогнулись. Назад прогнулись. Круговые вращения корпусом. Круговые вращения тазом. Можно делать выпады вперед. Сели на ножку, попружинили. Вернулись. Вторая ножка. Попружинили. Вернулись. Присели. Повращали. Работают и суставы, и мышцы. Руки на поясе. На носочки встали. Вдох. Опустились. Выдох. Вдох. Выдох. Перекаты с носка левая ноги на носок правой. Пружинки. То есть все, что вам приходит на ум. Главное, с хорошим настроением. И главное, найти для себя 15-20 минут в день. Это не так много. Каждый день 15-20 минут. И сосуды, в принципе, уже могут начинать быть здоровыми. Скажем так, да? Да. Спасибо. Спасибо, Наталья. Наталья Федуленко. Спасибо вам большое, инструктор, методист физической реабилитации, был сегодня у нас в гостях. Елеонора Андреевна, вы прекрасны. Да, вы замечательно. Вам понравилось? Вам было сложно? Мне очень интересно. Нет, для меня эти упражнения несложны. Я гораздо... Сложнее делаете, да? Да, конечно. Ну, пересекаются с тем, что вы, в общем-то, рекомендовали сегодня нашим зрителям. Спасибо большое. Ну, я бы хотела задать вопрос. Вот, Александр Васильевич, Марина Борисовна, скажите, пожалуйста, а вот какие... Вот мы занимаемся, да, вот физическими упражнениями. Проехали этот этап. Мы поговорим о питании, правильном, как надо питаться, чтобы оставаться молодыми и здоровыми, как можно дольше. А как вот диагностически, какие процедуры и как часто вы посоветуете здоровым людям? Здоровым людям необходимы лабораторные методы исследования. Общий анализ крови с определением глюкозы, гемоглобина, лейкоцитов может выявить даже скрытые заболевания, которые никак себя не проявляют. Общий анализ мочи, биохимический анализ. Это несложно, это неинвазивно и не занимает много времени. Раз в год рекомендую делать УЗИ внутренних органов, брюшной полости почек, УЗИ щитовидной железы. Очень важно УЗИ щитовидной железы. Мы проживаем в эндемической зоне. Эндемическая зона – это зона, бедная йодом, потому что у нас полесье, у нас болото. Мы немножко обеднены в данной ситуации. УЗИ щитовидной железы необходимо. Что еще? Гинеколог. Гинеколог. Просто я уже в своем госпитале говорю сейчас. Взываю к женщинам. Идите к врачу. Проходите скрининг-обследование. Неизвестно, что носите в себе. Мужчины. Уролог. Уролог в обязательном порядке, начиная с молодого возраста. Молодеют урологические заболевания. Проблемы с бесплодием развиваются. Иногда просто, когда человек к этому приходит морально, бывает, что уже поздно. Остальные методы исследования, даже в молодом возрасте, они немножко неприятны для людей. Такие как фиброгастроскопия, колоноскопия. Но необходимо. Но необходимо, конечно. Потому что во всем мире каждый уважающий себя человек делает эти обследования два раза в год. И бывает, что выявляем на такой ранней стадии, что люди даже не знают и не подозревают, что они носят в себе такое заболевание. Спасибо. Александр Васильевич, а вот к неврологу. С точки зрения невролога, я полностью согласен со всем тем, что говорила Марина Борисовна. Но с точки зрения невролога я бы хотел добавить, что в последнее время, как скрининг-метод, особенно после, я думаю, 40 лет, необходимо сюда добавить ультразвуковое исследование брахиоцифальных артерий. Так как это позволит в дальнейшем избежать очень многих неприятных ситуаций. То есть на нужном этапе, когда еще можно помочь, можно выявить образование атеротромботических бляшек в этих самых артериях. И вовремя предотвратить развитие инсульта. Это можно сделать просто так или надо для этого как-то почувствовать себя? Неважно. Ну, я думаю, что это можно сделать и просто так. А если человека беспокоят какие-то жалобы со стороны головы, то есть головная боль, головокружение, пошатывание, приходьбе, то это просто необходимо. Спасибо большое. Я хотел бы добавить немножко. Все знают, что сейчас, как мы говорим, эра холестерина. Все боятся холестерина, вредного, полезного, любого боятся. Если мы обнаружим в биохимическом анализе крови холестерин и нарушение липидного обмена, то, пожалуйста, Александр Васильевич, мне со мной согласится исследование брахиоцефальных артерий. Потому что атеросклероз сейчас не бич пожилого человека. Он помолодел и значительно. Ну, страшные вещи мы сегодня услышали в прямом эфире. Но мне кажется, это как раз-таки прекрасный повод задуматься о том, что физические упражнения, правильное питание помогают избежать этих заболеваний. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок, мне подсказывает. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Здоровье не зависит от возраста. Это мое мнение такое. Возраст не имеет значения для здоровья. Спасибо. Так держать, Илеонора. Я тобой горжусь. Людмила. Спасибо большое. Спасибо. Замечательно. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите Добрый вечер, Гомель. Сегодня мы укрепляем здоровье. А вот дальше поговорим о том, какие продукты укрепляют организм и как вообще правильно питаться, чтобы подольше сохранить молодость и активность. Об этом далее в нашей программе. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу Добрый вечер, Гомель. Тема сегодняшняя. Укрепляем организм. Молоко. Так и хочется выпить этот стакан. Я очень люблю молоко. И действительно о пользе этого продукта известно давно. Его не только, кстати, пили. Когда-то в нем даже купались. Сегодня на основе молока создано огромное количество всевозможных продуктов. Йогурты, ряженки, сырки, творожки. Ну, на самом деле, очень много лакомств. А вот вопрос, как их правильно употреблять. Дело в том, что вокруг молочных продуктов ходит столько слухов, что некоторые вот просто требуют пояснений. Поэтому без экспертов сегодня в этой программе, ну, никак не обойтись. Я хочу пригласить в эту студию заместителя генерального директора компании «Савушкин продукт». Одного из крупнейших производителей молочной продукции в нашей стране. Дорогие друзья, встречайте. Елена Бабкина сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Елена. Дорогие друзья, присаживайтесь, пожалуйста. Мы рады видеть вас в нашей студии. Еще хочу пригласить в эту студию врача Центра превентивной гастроэнтерологии РНПЦ «Рационная медицина и экология человека». Дорогие друзья, встречайте. Татьяна Гавриленко у нас в гостях. Добрый вечер, Татьяна. Присаживайтесь. Присоединяйтесь к нашему разговору, к нашей компании. Дело в том, что молоко – один из самых любимых продуктов. Считается вообще продукт такой базовый, да, базовый продукт питания. И часто можно услышать, что его необходимо пить. И даже если вы не любите молоко, вот нам говорили в детстве, обязательно его употребляйте. Ну, а серьезно, на каком месте, вот какое место сегодня в рационе современного человека занимает молоко? На мой взгляд, первое место. Знаете, у меня бабушка жила до 93-х лет. И продукт, который всегда ее сопровождал по жизни, это было молоко. Она всегда выпивала хотя бы стакан молока в день. Поэтому вот подтверждение жизни. Не зря вы, да, как бы посвятили себя молочным продуктам. Безусловно, да. Татьяна, слушаем вас. Как вы считаете, какое место занимает молоко в нашей жизни сегодня? Основное, наверное, место, да, потому что очень большой перечень у нас молочных продуктов есть. Но единственное, что если все-таки организм чего-то не любит, насиловать его не надо. Надо выбрать продукт по своему вкусу. Надо немножко прислушиваться к своему организму. Скажите, пожалуйста, Елена, вот какие продукты для укрепления организма сегодня выпускает Саушеный продукт? 230 наименований. Ого! Я думала, мы практически все на что не представлены. Продукты для укрепления здоровья. На самом деле все продукты натуральные, 100%. Ни один продукт не содержит консерванта. Вот я гарантирую это. Моя внучка ей год и три месяца. Она ест наши молочные продукты, невзирая на то, что это продукты не для детского питания. А вы понимаете, что своей любимой внучке я плохого не посоветуете. Плохого не посоветуете, согласна. Аплодисменты. Вообще, говорят, что молочные продукты, вот самый большой их плюс, что они содержат кальций, который необходим организму для прочности костей. И в последнее время, кстати, появилось очень много материалов, где фигурирует Савушкин продукт, статьи интересные о том, что это польза молока, молоко полезно для детей с нарушением осанки. И я знаю даже, что есть такой проект «Здоровое питание, здоровая нация». Расскажите нам подробнее об этом. Да, если начинать с самого начала, то в 2005 году компания Савушкин продукт разработала огромную долгосрочную программу Савушкин продукт за здоровье нации. И вот в рамках этой программы мы провели огромное множество проектов. Что не год, то новый проект. Начинали мы с программы «Школьное молоко» на базе одной из школ города Минска, где даже в рамках эпидемии гриппа школа соседняя закрылась на карантин, а наши малыши, которые употребляли ежедневно баночку нашего молочного продукта, кисломолочного, стали здоровы. Даже когда они заболевали, то период выздоровления врачи констатировали сокращался на 30%. Дети стали лучше учиться, они подросли и набрали вес так, как положено набрать вес детям. И поэтому в следующем году мы проводили проект в Могилевской школе-интернат для детей со сколиозом. Это серьезное нарушение осанки. И опять же, применяли там наши продукты как профилактику, как лечение, потому что к этому моменту уже имели исследования Национальной Академии Наук, Института физиологии о пользе наших продуктов. Кстати, мы единственные в стране проводили такие исследования для того, чтобы понимать, что говорить нашим потребителям. Потому что мы считали изначально, потребителям нужно говорить правду и быть всегда с ним искренним, откровенным. И когда пришли в эту школу, то провели проект в течение года, ежедневно дети употребляли наши продукты. Помимо, естественно, обычного лечения, то врачи отметили, что на 60% сократилось развитие сколиоза у этих детей. То есть по сравнению с обычным течением этой болезни при лечении таком же. Поэтому это прекрасные результаты. А проектов огромное множество. Вот в этом году, например, по Бресту идет молочная академия. Мы ездим по школам города Бреста с малышами, учимся в игровой форме правильно питаться, со взрослыми молочные батлы проводим. Они учатся готовить полезные завтраки. Потому что вы прекрасно понимаете, что молодежь у нас не всегда пытается здоровой пищей. А мы хотим, чтобы наша молодежь была здоровой. Потому что мы стареем все-таки. И хотим, чтобы наступил момент, когда мы сможем выйти на пенсию и получать хорошую пенсию. Потому что будет много молодых, здоровых людей, которые будут развивать экономику страны. Спасибо, Елена. Но когда такой проект появится у нас в Гомеле? Есть какие-то планы? Вы знаете, в Могилеве были, в Минске были, в Бресте были. А в следующем году, вот я поделюсь с вами секретами, мы хотим проехать по детским домам всех регионов страны. И научить этих детей, которые лишены родительской опеки, научить готовить правильные продукты, правильную еду. Правильную еду. Потому что мы прекрасно знаем, что дети, которые растут вне дома, они иногда выходят из стен детских домов и не умеют приготовить себе просто простую обычную еду. И наша задача научить их любить себя и правильно питаться. Спасибо. Поэтому в Гомеле мы будем тоже. Ждем. Да, ждем. А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Воронцова Татьяна. Слушаем так. Мне 63 полных лет. Так. 63. И у меня вот к вашим гостям вопрос такой. Я же проживаю в Житковичах. У нас нету даже врача-нервопатолога. Вот. Но у меня месяц назад, но у меня с головой проблемы были раньше, но месяц назад случилось было, ну, очень страшно, но я, слава Богу, это стало легче. Но у меня все равно и голова кружится, боли, где шея. У меня такое ощущение, что у меня, ну, что-то с сосудами. И болит голова. Именно правое полушарие. Вы не обращались никогда к врачам по этому поводу? Года четыре назад я обращалась, ну, сделали компьютерную томографию. Ну, ничего такого года четыре назад. Но у меня месяц назад произошел приступ какой-то. Мне что, будто бы оборвалось там правополушарие что-то. У меня было темно в глазах. У меня все кружилось. Голова была горячая, та сторона прямо. Вы после этого приступа ходили к врачу или вы думаете... Врач приезжала домой ко мне. Ну, назначила там чего-то. Но нужно обследоваться. Но у нас уже пациентов нету. Понятно. Я бы хотела, пусть даже и платно, пусть даже и платно. Вот в госпитале можно ультразвуковое исследование артерии вот это сделать. Спасибо. Вопрос понятен. Спасибо вам большое. Вот такая типичная ситуация, когда люди не знают, куда обратиться. Это происходит очень часто, особенно, вот, да, допустим, за пределами областного центра. Я думаю, что такие ситуации складываются исключительно по незнанию людей, так как они не знают, куда им обратиться за медицинской помощью. По имеющейся у нас информации в Житковичах все-таки есть врач-невролог. Но если даже он не справится и в районном центре, на уровне районного центра не смогут произвести данное обследование, то, пожалуйста, наше учреждение всегда готово помочь. То есть здесь можно даже, наверное, рассказать зрителям, кто, в принципе, может сегодня лечиться в госпитале? В принципе, лечиться в госпитале, в целом, конечно, если человек болен, у него имеются показания для направления на статус лечения, человек должен обратиться в поликлинику по месту жительства и с данной проблемой. И врач в поликлинике, он разберется, какое именно лечебное учреждение необходимо данному человеку. То есть для того, чтобы он попал по профилю. Нашей телезрительнице стоит обратиться в госпиталь по телефону, да, и все уточнить? Да, я думаю, нет никаких проблем. Она может позвонить нам в госпиталь, в оргметодотдел, и подскажут, куда конкретно ей можно обратиться. Мы можем телефон подсказать. Подскажите телефон, да. Для телезрительницы, которая 63 года, не уверена, что она воспользуется интернетом. Ну, подскажите. 39, 89, 65. Записали? Будьте здоровы. Да, это для вас, для вас телефон и для всех наших телезрителей. Ну, мы продолжаем прямой эфир и продолжаем говорить о молоке, о любимом народном продукте. Вот у меня вопрос к Алианурии Андреевне. Как вы вообще относитесь к молочным продуктам и часто ли их употребляете? Я очень люблю молочные продукты, особенно сейчас. Знаете, как проблема это с кальцием, вымывание кальция из кости, возраст такой. Значит, употребляю ежедневно. Вот сейчас такой творожок нежный у меня лежит в холодильнике дома. Я его очень-очень люблю. А как вы его кушаете? Просто или добавляете что-нибудь нежное? Я могу и просто, я могу и добавить. Очень люблю йогурты всевозможные. Но говорят, там много сахара. Особенно там, где есть добавки. Где чистый йогурт, говорят, меньше сахара. А где добавки идут, там уже... А вот сейчас и спросим. Да, вот можно узнать. Если йогурт чистый, как вы говорите, то есть без фруктового ягодного наполнения, там сахара нет вообще. А если с фруктово-ягодами, то вот, конечно, там есть сахар, который есть во фруктово-ягодном наполнителе. То есть клубника, да? Клубника плюс немножко сахара. Но есть йогурты, в которых больше сахара, а есть йогурты, в которых меньше сахара. Вот я вам советую, если вы хотите поменьше сахара, то это вот вся линейка греческого йогурта Теус. Там сахара будет меньше, чем в обычном классическом йогурте. А пользы огромное количество. А вот про пользу, про пользу хотелось спросить у Татьяны. Как вы вообще относитесь к йогуртам? Я все же считала, что это очень-очень вкусное лакомство. А польза есть? Очень большая польза есть. Потому что на сегодняшний день кишечник человека с микробиотой, который там проживает, микрофлорой, да, рассматривается как иммунный орган, который надо регулярно подкармливать, да, будем говорить таким простым языком. Йогурты – это, наверное, самая лучшая пища, которую мы можем дать своему организму для укрепления иммунитета. Что касается йогуртов, которые, допустим, представлены сегодня здесь, лидером все-таки считаю греческий йогурт. По своему составу это идеальный состав для нашего организма. Спасибо большое. Вот об этом идеальном йогурте мы поговорим чуть позже. Вы просто вот раскрыли всю тайну нашей программы. Но спасибо большое. Дело в том, что диетологи утверждают, что есть три молочных продукта, которые дают 80% суточной нормы кальция. Это возвращаясь к костям и к кальцию. Я предлагаю прямо сейчас в прямом эфире, вот из представленных сегодня здесь нашей студии, выбрать эти три продукта. И хочу для этого пригласить Елеонору Андреевну. Так, Елеонор Андреевна, как вы считаете? Давайте, во-первых, обозначим. Творог, йогурты разные, простые йогурты с добавками без, йогурты питьевые, творог рассыпчатый, творог разной жирности, молоко, кефир. Это продукты, которые производят частично. Это такая малая часть, да, савушкиных продуктов. Попробуйте из этого выбрать три, которые, на ваш взгляд, действительно дают организму кальций. Мне кажется, это будет сделать очень тяжело, но я постараюсь. Давайте поставим вот здесь. Так, молоко я отнесу. Ну, конечно же, я возьму йогурт греческий. Так. Я его обожаю. Ну, не знаю, глаза разбегаются. Что третье? Давайте творог. Итак. Творог. Положите рядом. Молоко, творог. Итак, три продукта. Молоко, творог и йогурт. Теперь спросим у наших экспертов, насколько этот выбор правильный. Татьяна. Давайте будем смотреть от размера порции, да, и от количества кальция, которое содержится в 100 граммах. То есть суточная норма кальция будет содержаться в литре молока, да, или в маленьком йогурте. Лучше всего, наверное, кальция в большем количестве будет содержаться в твёрдых продуктах. Это сыры и твороги. Там надо меньшее количество употребить в сутки для того, чтобы получить суточную норму. То есть можно выпить или литр молока, это будет суточная норма кальция. Можно съесть упаковочку творога. Ну, даже с греческим йогуртом почему нет? Но, в принципе, выбор правильно сделан. Безусловно, правильный. Я вам хочу сказать, тем более, что учёные Российской Академии Наук, которые проводили исследования сейчас в России, уже который год подряд идёт программа «Три молочных продукта в день», для того, чтобы восполнить суточную норму кальция, они говорят о том, что продукты могут быть молочные разные. То есть каждый день нужно какую-то вариацию новую для себя подбирать, но их должно быть не меньше трёх. А Леонора Кузьминична Капитонова, ваша тёзка, которая тоже родом из Гумельщины, говорит о том, что ещё нужно один продукт для того, чтобы сделать маску косметическую на основе молочного продукта и быть красивой и молодой долгие-долгие годы. Спасибо большое. Ну, Елена, скажите, пожалуйста, а вот вы сами какие молочные продукты предпочитаете? Что любите? Я люблю все наши продукты, но самый-самый мой любимый, которым, наверное, много лет, и с которого и началась, наверное, моя любовь и знакомство с Савушкиным продуктом, это творожок нежный. Творожок нежный, он сегодня есть в нашей студии, так? Он не подвергается после сквашивания высокотемпературной обработке. В нём огромное количество белка, огромное количество кальция и молочнокислые бактерии. Он очень нежную консистенцию имеет, могут есть как дети, так и пожилые люди, так и люди среднего возраста. Прекрасный завтрак можно на любой вкус приготовить. Вот вы говорите, что сахара многовато в йогуртах. Но если для вас в йогуртах молодцы, возьмёте нежный творожок и ложечку чайного мёда с утра к нему добавите. Потрясающий завтрак, чашка чая или кофе. Возьмёте творожок, порежете себе сухофрукты, изюм, курагу, всё, что вам нравится, добавите. Изумительно. И каждый день новый продукт. Поэтому потрясающий продукт. А вот ещё, конечно, греческий йогурт, опять же, он покорил не только белорусов и Беларусь, он покорил даже рестораторов, которые имеют звёзды Мишлен в Брюсселе. Он получил три года подряд этот продукт, получая три золотые звезды из трёх возможных. Это высшая награда. Спасибо. А наш греческий йогурт, он вообще особенный и удивительный, потому что классический греческий йогурт, он высокожирный, а наш имеет только 2% жирности, что очень важно. Причём состав идеален. Только молоко и закваска. Никаких стабилизаторов, удерживающих влагу. Никаких загустителей. 100% натуральный продукт. Если кто-то любит домашние йогурты, прекрасная альтернатива. И время освободите. И не надо будет йогуртницу мыть. И в то время польза гарантированная. Греческий йогурт. Это герой нашей сегодняшней программы. Дорогие друзья, не переключайтесь, потому что дальше вы узнаете, что можно приготовить из греческого йогурта. А пока у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я из Гомеля. Очень приятно, Ольга. Я очень люблю продукт, самушкин продукт, особенно йогурты. Конечно, хотела сказать спасибо за ним большое. Говорите. Очень приятно. Но у меня к вам такой вопрос. Сколько можно съедать йогурта в день, и есть ли в них польза? Или это просто как лакомство, как десерт? И еще такой вопрос. Говорят, что на голодных желудок йогурты есть нельзя. Правда ли это? Или ложь? Ух ты. Спасибо большое. Ну, про лакомство мы уже как бы рассказали. Да. А попробуем ответить на остальные вопросы. Я даже не знаю, к кому тут больше вопрос. На самом деле, хочу сказать, что... Да, кстати, вот наш йогурт греческий-то замечательный. Но вот сезон простуд наступает, и йогурт оптималь, наверное, то, что нужно в сезон простуд, потому что он обогащен бифидобактериями. Кстати, этот йогурт прошел исследование в Национальной Академии Наук. Полгода его изучали. Так. Изучали влияние на состояние здоровья. И я могу гарантировать девушке, что она будет реже болеть, если будет употреблять йогурты, обогащенные бифидобактерии, потому что бифидобактерии – это здоровый кишечник. А кишечник здоровый – это здоровая иммунная система, потому что 70% иммунных клеток находятся в нашем кишечнике. Я думаю, коллеги, врачи, мне хотелось бы назвать вас коллегами в сегодняшней программе, меня поддержат. Поэтому вот йогурты наши натуральные, вообще вся продукция натуральная, нет консервантов, поэтому на ваш выбор покупайте и ешьте любые продукты, но во всем нужно знать меру. Есть три молочных продукта в день, соблюдайте эту норму. А мне вот интересно, что скажет Татьяна, гастронтеролог, сколько йогуртов можно съедать в день, чтобы это было безопасно для организма? Смотря что мы хотим получить. Для того, что мы хотели, вернее, хотим получить иммунную поддержку, нам достаточно одного. Если кто-то хочет сбросить массу тела, может, надо пересмотреть свой рацион и добавить ещё что-нибудь такое, да, из кисломолочных продуктов или из йогуртов в частности. Поэтому тут и сугубо индивидуально. Спасибо большое. Я бы хотела спросить, Марина Борисовна, Александр Васильевич, а какое место вообще в рационе пожилого человека должны занимать молочные продукты? Я согласна с нашими коллегами. Молочные продукты я бы поставила на первое место вкупе с белковой и овощной пищей. Потому что остеохондроз, остеоартроз, остеопения, остеопороз – это возрастные, к сожалению, закономерные изменения в костях. А для того, чтобы подсрочить этот период, нужно употреблять легко усвояемые молочные продукты с хорошим доступом кальция в организм. Белковая пища необходима для энергии, овощная пища необходима для обменных процессов в организме. Можно приготовить прекрасное блюдо с тремя этими продуктами. Ну что ж, все идет к тому, что мы должны приготовить какое-нибудь прекрасное блюдо из молочных продуктов. Ну, мы уже сказали, раскрыли этот секрет нашим зрителям – греческий йогурт, такая новинка, да, который выпустил Савушкин продукт. Вот люди спрашивают, наш телезритель интересуется, какой срок хранения, во-первых, у греческого йогурта? 30 суток. 30 суток, так. И я так понимаю, что вот прямо сейчас все хозяйки… И температура от плюс 2 до плюс 6 градусов, то есть в холодильнике. В холодильнике. Я так понимаю, что все хозяйки должны сейчас взять этот йогурт себе на заметку. Елеонора Андреевна, вы уже успели оценить этот продукт? Да, мне очень нравится. Я люблю и чистый йогурт греческий, и с добавками люблю. Ну, давайте раскроем секрет. Дело в том, что вы сегодня приготовили для наших телезрителей сюрприз. Это будет какой-то необыкновенный салат. С греческим йогуртом. Попросим. Итак, рассказывайте, что будем сегодня готовить? Салат будет нежный, низкокалорийный и очень-очень питательный и вкусный. Мы сегодня будем… Наши ингредиенты – это сельдерей, яблоко, виноград, миндаль и окорочок. Можно его обжарить, можно его отварить, как это вам угодно. Если кто-то не любит, можно заменить его и креветками. Мы берем сельдерей и режем вот такими пластинками. Помещаем. Яблоко. Одно яблоко тоже режем соломкой. Стебли сельдерея, наверное, где-то один-два я вижу. Два здесь, два стебля сельдерея у нас. Теперь мы добавляем курочку, грудку, обжаренную грудку. Посмотрите, уже красиво смотрится. Очень, мне кажется, вкусно. Ну, а вкус будет восхитительный. Так, ну, одна грудка, я так понимаю. Да, здесь у нас одна грудка. Добавляем такую вкусняшку питательную. Очень вкусный виноград. Без косточек. Без косточек, конечно. Но я смотрю, вы немного добавили винограда для вкусного паста. Это еще будет секрет, но я хотела украсить еще. Так, и кладезь витаминов. Это миндаль, горстка миндаля. О, необычно. Да. Так. Ну, и берем же наш греческий йогурт. Можно взять с добавками. Можно, но мы возьмем без добавок. Вы имеете в виду злаковые добавки? Со злаками, да, очень полезно. Мы берем такой. И сейчас будем заправлять вкуснейшим йогуртом наш салат. Я думала, вы его попробуете для начала. Ну, вы знаете, очень хочется, но потом чуть позже. Сколько йогурта? Достаточно на такую порцию салата? Достаточно. Ну, а там вы будете смотреть как для себя, как вы хотите. И перемешиваем наш. И подбурные аплодисменты. Маловато. Положим еще. Короче, одна баночка. Да, баночка вот на такую порцию. Не соли. Ничего. Это по вкусу. Если хотите, можете добавить. Но я бы не советовала вам добавлять соль. Посмотрите, какая получилась красота. Вот. Замечательный салат. Спасибо. Попробуйте. Ну, а я после эфира, я думаю, мы обязательно оценим. Спасибо большое, Елеонора Андреевна. Спасибо. Можете, да, вот пробуйте все, что здесь стоит. Пожалуйста. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок, пока Елеонора Андреевна наслаждается продукцией, да, Савушкин продукт. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Спасибо. Меня зовут Ковалева Елена Анатольевна. Слушаем. Я инвалид после инсульта во второй группе. Чисто хочу как бы поздравить и пожелать всего хорошего моим врачам, как бы спасителям, моим ангелам-спасителям. Я вот сейчас смотрю телевизор, вижу Скачкова, моего заведующего. Александра Васильевича. Который как-то вел меня после инсульта. Очень приятно его видеть по телевизору. Хочу пожелать ему сердечное, чисто волнующее, здоровье. Самое главное, рядом вижу тоже терапевта, но я, правда, мало к ней обращалась, но может меня не помнить. И всем-всем хочу честно передать поклон низкий, нижайший тоже легенде нашего Латыша, Валентине Яковлевне, Данильченко, если сможете. Вячеславович. Ребелитологу заведующему Фёдорову, Светлеоколе Александровичу меня вёл. И отдельно как бы поклон заведующему отделению первой терапии Кореновскому Филипсу Яковлевичу. Сейчас перечисляет нам весь госпиталь. Люблю, и вы меня часто выучаете, часто подлечиваясь в госпитале. Желаю вам, мои хорошие, отдельно, вот как бы от себя, потому что вам больше всего надо здоровья, как говорится, чтобы вы были здоровы. Самое главное, как бы счастья вам, мамы лично, и в ваших семьях. Спасибо. Несколько вам поклон. Большое-большое спасибо. Рада видеть вас всех. По телевизору душа радуется. Большое спасибо. 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 Вы знаете, без такого действительно телефонного звонка, наверное, бы наш эфир сегодня был всё-таки, наверное, не совсем полным. И поэтому вот у нас время заканчивается, но несколько вопросов для вас у меня ещё есть. Начнём с того, как сохранить, Татьяна, вот молодость, активность, как правильно для этого необходимо питаться. Ваши советы и рекомендации. Питаться нужно разнообразно, сбалансировано. И обязательно надо, чтобы внутри был запал, вот как у нашей гости, тогда вообще всё получится. А какие продукты вообще способствуют старению? Больше всего старению способствуют соль и сахар. Так. Плюс консерванты, которые могут содержаться в продуктах. Красители. Особенно, что касается красителей, в последнее время стало очень много информации о том, что красители в пищевую промышленную стали поступать из продуктов нефтепереработки. Это очень токсичные препараты, которые, конечно, здоровье никому не добавят. Соль. У нас есть она везде. Скрытой соли очень много, конечно. Поэтому в молодом возрасте, наверное, и манифестирует сейчас артериальная гипертензия, ожирение и прочие проблемы со здоровьем. Крахмал. Тоже во многие продукты входят крахмалы. Теперь очень много улучшителей, стабилизаторов, которые, конечно же, откладываются у нас в организме, не выходятся так, как хотелось бы. Поэтому вот этих надо избегать. Наверное, надо внимательно, да, Елена, читать этикетки? Да, нужно читать этикетки, да. Нужно быть грамотным. Вот у вас на столике лежат брошюры, которых мы для наших потребителей всегда готовы предоставить. Это все, что вы не знали о молоке от Адая. А также рекомендации по здоровому питанию для всех категорий граждан, которые мы написали с диетологом, доктором медицинских наук, или на рукоизменьшенной капитоновой, о том, как нужно питаться с рождения и до поздней-поздней старости, для того, чтобы быть такой же юной, красивой, молодой и задорной, как моя соседка. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, и, конечно же, без вопроса, какие продукты укрепляют организм, наша программа сегодня будет просто неполной. Татьяна, что необходимо кушать? Молоко. Три молочных продукта. Это мы сегодня выяснили. Каждый день что еще? Рыба. Так. Сегодня вот у нас на первые места среди белковой продукции выходит все-таки рыба. Не забывать про клетчатку, что надо получать ее в витамины, клетчатки, в овощах и фруктах. Ежедневно рацион человека должен включать 400-600 граммов овощей и фруктов. Желательно сырых, ну, сезонных, как мы уже можем себе позволить. Вот здесь, помните, в самом начале программы был вопрос от телезрителя в Вайбере про редьку. Что можете сказать? Очень на любителям. Так. Да, и если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта, то в этом случае ее можно применять. В этом случае укрепляет организм. Во всех остальных нет, да? Ну что ж, дорогие друзья, какие общие рекомендации мы можем дать сегодня нашим зрителям в конце программы для тех, кто хочет жить такой полноценной жизнью в любом возрасте. Давайте, наверное, Леонор Андреевна с вас начнем. Что вы посоветуете? Ну, я хочу сказать, что надо больше двигаться. Так. Надо все-таки вот ту лень, которая сидит у нас на плечах, ее скинуть. И надо получать удовольствие от жизни. Удовольствие от жизни можно получать от всего. Вот физкультура в парке у нас, да? Я пока дойду до той нашей площадки. Я уже получила столько эмоционального заряда. Это наш красавец парк. Эти белки. Я даже знаю, какие орехи они уже любят. Потому что у меня в кармане всегда находятся, да, грецкие любят орех. А этот... Арахис не хотят есть. Я покормлю там белок, покормлю синичек. И уже веселее. Потом это общение. Выходите из дома, ищите то, что вам по душе. Спасибо. Спасибо. Хороший совет. Елена, что вы посоветуете нашим телезрителям? Посоветую жить с любовью, любить себя, не экономить на продуктах питания. Потому что если будешь экономить на продуктах питания, оплатишь все в аптеке, на таблетках. Поэтому любите себя и живите в удовольствии. Спасибо большое. Татьяна. Я за активный образ жизни и за пищевую грамотность. Всегда читайте, что вы кушаете. И просчитывайте то, что вы кушаете. Потому что надо рацион, чтобы был действительно сбалансированным и разнообразным. И, дорогие друзья, смотрите нашу программу. Татьяна очень часто приходит в нашу студию для того, чтобы научить вас этой самой пищевой грамотности. Спасибо большое. Ну и, конечно же, наши врачи из госпиталя сегодня дадут сейчас самые ценные рекомендации. Как лечить людей? Нас учит университет. Но всю свою рабочую жизнь мы добиваемся уважения и доверия пациентов к врачу. Если пациент доверяет пациенту, своему врачу, это очень большой плюс к работе. Пожалуйста, люди, не занимайтесь самолечением. Александр Васильевич, что вы добавите в конце программы? Мне уже даже тяжело что-то добавить после всех рядом сидящих коллег. Но я хотел добавить то, что нужно наслаждаться жизнью и быть счастливым. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня в прямом эфире мы не просто укрепляли организм, мы еще, конечно же, учились правильно питаться, бороться с возрастными заболеваниями. Мы освоили физические упражнения на каждый день и распробовали Савушкин продукт. Я хочу поблагодарить всех наших гостей за полезную информацию и вас, дорогие наши зрители, за то, что вы провели этот добрый вечер вместе с нами. И очень надеюсь, что советы нашей программы помогут вам быть здоровыми и счастливыми. Это был еще один добрый вечер, Гомель, с Натальей Волынец. Хороших выходных. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ